Третий энергоблок, где по легенде начался пожар, сейчас в резерве. Электроэнергию не вырабатывает, но готов к пуску в любой момент. Ситуация была где-то на 50% рабочая. Блок в резерве, но маслосистема на нем работает, масло циркулирует, давление водорода в генераторе 3 кг. Поэтому больших отличий от этого состояния резерва и состояния, в котором блок работает, фактически нет. Когда объявляют тревогу, персонал станции не эвакуируется. До прибытия спасателей работники должны начать тушить огонь. Главная задача – спасти оборудование. Раз пожар был на генераторе, надо было выпустить водород, перевести на азот, провести ряд мероприятий, чтобы сохранить и кровлю, и сам главный корпус, ближайшее оборудование. Поэтому персонал покидает последним. Ситуация крайне опасная. Горит масло. К тому же в технологии производства электроэнергии используют водород. Может произойти взрыв. Очень страшно. Это большая водородная бомба. Если вовремя не потушим, серьезные могут быть последствия. Наблюдатели от МЧС учения оценивают позитивно. Правда, говорят, по сравнению с собственной пожарной службой станции, профессиональные спасатели были не намного, но лучше. У них работа связана с надзвучайной ситуацией. Это как один из элементов. Основная работа у них – бесперебойная работа предприятий, агрегатов. Та ситуация, надзвучайная, которую мы сегодня отрабатывали, для них – она как экстремальная. Для работника пожарной охраны, МЧС – это не экстремальная ситуация, это обычная работа. В основе учений вполне реальные события. Пожар на генераторе из-за разгерметизации маслопровода. Такое время от времени бывает, говорят энергетики. Не каждый день и не на этой станции, но случается. Ирина Ромалийская, Анна Силаева, Вячеслав Душка, Медиагрупп Объектив.